В предгорьях Великого Алтая, сердце бескрайней евразийской степи, некогда существовало грозное джунгарское ханство. Хотя сейчас нет этого государства, легенды и сказания, песни, предания и былины о его героях живут в сердцах многих народов, занимая думы и наших современников. Одно из таких сказаний – легенда о Шону Батыре. История об этом великом герое появилась в джунгарии в начале 18 века. У айратского хунта Айджи Цевен Рабдана было два сына. Старший, рожденный от джунгарской принцессы Галдан Цирен, и младший, рожденный от дочери волжского Айуши Хана, принцессы Налхан. Гласно легенде, два брата с самых малых лет соперничали друг с другом. Старший брат Галдан Цирен был сведущ в политике, хитер и изворотлив, тогда как младший Лоу Занг Шону характером был прям и необычайно силен, ловок в охоте и отважен в войнах, подобное великим героям прошлого. Многие люди не любили Галдан Цирена, но обожали Лоу Занг Шону. Старший брат, изнывая от зависти, все время обманывал и креветал отцу на младшего, а между тем Шону Батыр защищал свободу и независимость своей родины. В конце концов, не выдержав нападок Галдан Цирена, Шону Батыр уехал к родственникам по матери на Волгу. Об этом у нас, калмыков, сохранилась старинная песня. Солнечно-песчаный Рыжко в нашу сторону горцует. Юнный Лоу Занг Шону скачет к родственникам по матери. Песни о Шону Батыри сохранились у многих народов Центральной Азии, а легенда о нем есть не только у волжских калмыков, но бережно сохранилась и в Западной Монголии. Синьцзяни, Уайратов Алтая, Бурят, Казахов, Хакасов, Киргизов. Как же сказание о Шону Батыри попало к Бурятам? Когда маньчжуры захватили Джунгарию, несколько айратских родов покинули родину и в поисках спасения жизни ушли к своим единоверцам, заняв прекрасные бурятские земли к западу от Байкала. Кроме скота и пожитков, эти айраты принесли с собой множество джунгарских легенд, песен, историй и сказаний. Трепетно сохраняя их в памяти и исполняя на праздниках, они вспоминали о своей далекой родине. Сказание о Шону Батыри записал в тридцатые годы у сказителя Сагдара Шанаршеева бурятский ученый Александр Хангашалов. Так старинное айратское предание о джунгарском герое стало одной из жемчужин бурятского фольклора. Нужно сказать, что героический эпох Шону Батур по праву можно считать последней крупной и питежской поэмой монгольских народов. Это произведение было создано в то время, когда практика устно-стихотворной традиции уже угасала. Фиксация этого эпоса у западных бурят потомков айратов оказалась поистине уникальным событием. В 1940 году эпос Шону Батыр был издан отдельной книгой, и тогда же бурятский драматург режиссер Мнанджил Балдану по мотивам этого произведения поставил либретто, а затем и первую национальную оперу Бурятии. Кстати, в преддверии столетия бурятской автономии объявлен конкурс на создание второй национальной оперы Бурятии. Кому, как не нам, айратскому народу принять в этом самое активное участие. В 2002 году бурятский писатель Алексей Гатапов сделал авторизированный литературный перевод эпоса на русский язык. За такую прекрасную работу писатель был объявлен победителем всемирного формы поэзии и получил премию имени Нефьодио. Книга Шону Батыр в Бурятии выдержала уже два издания. В октябре 2016 года в Улан-Удэ состоялась презентация аудиокниги Шону Батыр. Ее озвучил обладатель премии «Золотая маска» актер Жаргал Ладоев, а музыкальное сопровождение подготовил композитор Павел Карелов и инструменталист театра Байкал Бат Тувшин. В этом году Братская Республика снова вспомнила Шону Батыра. Театральный сезон «Бурятский театр» Байкал закрывает уникальным проектом «Путь достойный легенд». Этот проект выполнен на средства гранта Министерства культуры Бурятии. Музыканты Национального оркестра Республики совместно с группой «Дайда» представили зрителям современное исполнение древних бурятских героических сказаний в новой музыкальной аранжировке. Для нас, калмыков, потомков джунгаров, очень знаково, что настоящий проект открылся айратским сказанием о Шону Батыри. Музыкальным руководителем проекта выступил главный дирижер Национального оркестра Бурятии Жаргал Тактонов. Сказание о Шону Батыри исполнил музыкант Галсана Шоров, чтобы не только буряты, но и все желающие смогли прикоснуться к прекрасным героическим сказаниям наших предков в это тяжелое время пандемии. Презентация проекта прошла онлайн, а записи сказаний выложены в интернет. Верится, что и мы будем так же трепенно сохранять наследие, завещанное нам предками. Приятного вам просмотра! Материал подготовлен по статье Геннадия Корнеева. Геннадия Корнеева Ульгиртық үріғы зам. Путь достойный легендган соуша на түсело Байгыл театр та бүгдін до Таня Солхығы жуэна. Трушинкее Харулығы жуэхін ино орын бутел нехада, манай буря адамны уығын аман Захеулалға ульгирнудаға буретна. Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok